здравствуйте друзья здесь демитков юрий сейчас я хочу рассказать немножечко продолжить о венчурной инвестиции про который я недавно говорил это инвестиция проект джем форме венчурная инвестиция и так но для начала самое интересное для чего вообще ради чего это делается ну я хочу напомнить что на венчурная инвестиция это инвестиция в проект который вот только-только делается и чем отличаются венчурные инвестиции как правило это высоко рискованные инвестиции которые могут дать огромный огромный плюс в чем заключается суть мы покупаем пай долю в проекте и эта доля потом значит поставок проект будет реализован он будет продан и пропорционально всем вложениям пропорционально всем долям в проекте людям распределяется вот та сумма за которую он будет продан но сейчас акции стоят вот давайте посмотрим значит есть различные варианты акции продаются пакетами пакет go без премиум и инвестор каждый следующий пакет отличается от предыдущего в три раза вот но последний инвестор не в три раза а там получается скидка но для того чтобы простимулировать людей скидка получается 400 евро почему в евро потому что это европейская компания об этом чуть позже вот теперь дальше мы вкладываем сто тридцать пять евро получаем две акции мы покупаем соответственно в три раза больше четыреста пять евро получаем шесть акций мы покупаем 1215 евро это то что купил я себе то что приобрел я получаем 18 акций и значит пакет инвестор три тысячи двести сорок евро на получаем в три раза больше акции то есть 54 акции но здесь не все так просто на самом деле потому что ну конечно же компания заинтересована в том чтобы ну как можно меньше было акционеров грубо говоря потому что естественно заинтересован в крупных акционерах поэтому для того чтобы простимулировать людей на большие инвестиции и чтобы быстрее собрать средства значит введены так называемые коэффициенты коэффициент у пакета самого маленького 0,25 у следующего 0,5 у премиума 0,75 и у самого лучшего пакета коэффициент единица что это за коэффициенты но смотрите предполагается что данный проект будет продан до всего выпущено 4 миллиона акций 4 миллиона долей распределяется 51 процент из этой из этого количества принадлежит руководству для того чтобы сохранить контроль за компанией соответственно 49 идут на распределение сейчас осталось уже совсем мало меньше одного процента акций вот и да всего 4 миллиона акций предполагается предполагается то есть цель ставится такая продать данный проект за 12 миллиардов долларов и соответственно если мы продаем этот проект за 12 миллиардов долларов 12 миллиардов делим на 4 миллиона получаем 3000 долларов за акцию вот соответственно 3000 долларов за акцию сколько получат акционеры или пайщики вот за после этого после того как проект будет продан владельцы пакета go получат сто две акции умножаем на коэффициент 025 и умножаем на цену акции то есть всего две акции умножаем на 3000 долларов это 6000 долларов умножаем на 25 получаем 1500 долларов kennenges написано евро может быть это будут евро на скорее всего это будут доллары вот соответственно перемножаем здесь 6 умножаем на 05 тонн умножаем на 3000, получается 9000 долларов, соответственно премиум получаем 4500 долларов и инвестор 162000 долларов. Если мы поделим то, что получаем на то, что вкладываем, то есть 1500 делим на 135, получается 11, 11-кратный рост от инвестиций. Если мы пакет БИЗ, при тех же условиях абсолютно 22-кратный рост инвестиций, пакет премиум, мой пакет 33-кратный рост инвестиций и пакет инвестор 50-кратный рост инвестиций, ну за счет скидки и так далее. Смотрите, поэтому вот этот вот коэффициент ККА, он очень-очень важен, поэтому у кого выше коэффициент, тот больше всех и получит. Ну вот я уже повторяюсь, я вложил пакет премиум, 1215 евро, он в евро считается, а вот получать, в чем будем, это уже другой вопрос, но я уже сказал, что вот эта сумма при продаже 3000, она может быть больше, может быть меньше, это в планах, это в проектах. Проект венчурный и при условии, что проект будет продан за 12 миллиардов долларов, вот такие суммы будут получены. Вот, и здесь есть еще один момент, но дело в том, что акция уже заканчивается, уже осталось меньше 1%. Есть возможность здесь немного и заработать, и есть возможность немного повысить вот этот вот коэффициент. Я вам скажу по секрету, что у меня этот коэффициент уже не 0,75, а один, во-первых, а во-вторых, количество акций у меня уже сильно больше. Поэтому, поэтому, то есть можно их немножечко заработать, потому что если мало денег, то мы можем помочь компании собрать деньги эти и, соответственно, повысить и свой коэффициент, потому что уже получится, что мы помогли компании, и, соответственно, и коэффициент получится, и акции. Каким образом идет вознаграждение? Смотрите, если я купил пакет ГО, то и я кому-то порекомендовал такой же пакет, ну, кому-то порекомендовал, и этот человек, кому я по моей рекомендации взял пакет ГО, то я получаю вознаграждение 9 евро, у меня добавляется одна акция, и какие-то там баллы считаются 30 баллов. Ну, в общем, сказать, баллы, сейчас я чуть попозже, ну, немножечко скажу, я, честно говоря, о них не очень. Вот, если по вашей рекомендации у вас пакет ГО, и по вашей рекомендации кто-то взял пакет БИЗ, то вы получаете 30 евро и еще одну акцию, то есть у вас, вы в полтора раза увеличиваете количество своих акций, это хорошо. Вот, ну, коэффициент у вас вряд ли увеличится. Соответственно, если премиум, то, соответственно, 95 евро вам и две акции, то есть вы удваиваете количество своих акций, уже хорошо, и 95 евро получаете. Ну, если кто-то по вашей, по вашей рекомендации пришел в компанию и открыл пакет Инвестор, то вы получите 300 евро и 4 акции, то есть, ну, уже это хорошо имеет смысл. Вот, теперь дальше, пакет БИЗ, аналогично, за каждый пакет ГО вы получаете 12 евро, за пакет БИЗ вы получаете 40 евро вознаграждения. Да, там на программу лояльности, вот на выплату вот этих вознаграждений выделено прямо вот, ну, по уставу, по уставу компании 50%, чтобы вы не удивлялись, это нормальная, ну, как бы нормальный процент, здесь ничего такого зазорного. Вот, БИЗ вы получаете 40%, 40 евро и одну акцию. Если вы, по вашей рекомендации, кто-то открыл премиум, то 130 евро вам достается и 3 акции, и, соответственно, если пакет Инвестор кто-то приобрел, то вы получаете 400 евро и 10 акций. Вот, ну, вот мой пакет, мой пакет. Смотрите, если кто-то приобретет пакет ГО, я получу 16 евро, если кто-то возьмет пакет БИЗ, я получу 50 евро, за премиум я получу 160 евро и за пакет Инвестор я получу 500 евро. И, кроме того, акций я получу, соответственно, одну акцию за пакет ГО, две акции за пакет БИЗ, пять акций за пакет Премиум и 16 акций за пакет Инвестор. И здесь уже, ну, вот эти самые баллы, 30 баллов, 100, 310 и баллов нет за Инвестор. Ну и больше всего пакет Инвестор, естественно, получит, потому что 19 евро он получит за рекомендацию пакета ГО, 60 евро за рекомендацию пакета БИЗ, 190 евро за Премиум и за Инвестора 600 евро и, соответственно, количество акций вот такое. Но я повторяю, смотрите, я не буду вас призывать, вот, сказать, я не буду вам рассказывать, что вы заработаете море денег, у меня это получилось, вот, получится это у вас или нет, не знаю, смотрите, оценивайте сами, потому что вот на это рассчитывать, если у вас нет опыта, если у вас нет соответствующей базы, если у вас нет соответствующих соответствующих ресурсов, которые позволят быстро реализовать что-то, то, скорее всего, вам это не получится заработать и не получится увеличить акции. У меня есть ресурс такой, как YouTube-канал, и, соответственно, я сейчас покажу. Так, ну вот я хочу показать вам сейчас свою страничку Демитков Юрий. Смотрите, вот в Jam4Me есть там личный кабинет, очень хорошо сделан, всего осталось акции, я могу показать, всего осталось акции 31637 штук, вчера это было больше, чем 32 тысячи. Я лично приобрел пакет, помните, я говорил, премиум, и вот он вот, 18 акций я приобрел сам. И, соответственно, по моей рекомендации люди, там много достаточно людей зарегистрировались, некоторые купили пакеты себе, и приобретенных акций у меня уже подарочных 24 штуки, и всего у меня акций 42 штуки. 42, и, соответственно, коэффициент у меня единичка. Поэтому, значит, у меня уже 42, умножаем на 1 и умножаем на 3126 тысяч долларов я получу, ну и, соответственно, вознаграждение я уже получил. Соответственно, получается, что я получил где-то, ну, больше 700 евро я уже получил. Вот, таким образом, но если вы не обладаете соответствующими ресурсами, типа моего, вот у меня YouTube канал, 35 тысяч подписчиков, мне это сделать проще. Если у вас нет подписчиков, если нет соответствующей базы, если у вас нет соответствующего опыта, я вам скажу по секрету, вряд ли у вас что-то получится кому-то порекомендовать, потому что это достаточно сложно. И просто я советую вам подумать, вот, надо ли вам рассчитывать на то, что вы вот заработаете здесь, вот на этом. Во-первых, а во-вторых, ну, смотрите, вот по этим баллам, сейчас еще раз посмотрим, давайте вот сюда. Вот, для того, чтобы перейти на следующий уровень по вот этому коэффициенту, надо набрать, по-моему, там 900 баллов всего. Ну, и здесь какие-то там слева, справа, там, вот, ну, всего надо набрать 900 баллов. Это, ну, при пакете вот этом Гоу по 30, это надо очень-очень сильно постараться. А я повторяю, что пакет акций очень быстро тает и, скорее всего, осталось, ну, там, на месяц, так сказать, в течение месяца все это будет реализовано. Вот, теперь переходим дальше. Как я уже сказал, предполагается, что, предполагается продать весь этот проект за, минимум, за 12 миллиардов долларов. Тогда мы получим вот эти самые 3000 долларов за акцию и, соответственно, вот эти вознаграждения. Но, как вы понимаете, что здесь вопрос в сумме и здесь вопрос, как и, как и за что это получится. Поэтому руководство, которое приезжало вот совсем недавно, почему я снимаю видео, руководство Jam4Me приезжало к нам сюда и, значит, была встреча, и они рассказывали, почему они на это рассчитывают. Ну, во-первых, этот проект идет уже с 2014 года. Это венчурная инвестиция с самого начала, это понятно. И, как вы знаете, у венчурных инвестиций есть, ну, различные этапы, которые они должны пройти до реализации. И когда это будет реализация, то, соответственно, вот он успех. И успех бывает действительно вот такой, 50-кратный, 100-кратный. И это совершенно нормально для венчурных инвестиций, но большинство венчурных инвестиций ничем не заканчивается. Вот, поэтому, если это ничем не закончится, то все денежки, в общем сказать, ну, вернуть денежки не получится. То есть это высоко рискованный по определению вид вложений. Но, смотрите, у венчурных инвестиций есть несколько этапов. Это этап посева, значит, ну, как у этих самых цветочки, понимаете, да? Вот семян много, да? Но далеко не все из них сходят. Потом они, значит, как-то взошли, да, но их много, они там друг с другом конкурируют. Значит, ну, до взрослого состояния, короче говоря, дорастают процента 2 из них там или даже 1%. Поэтому здесь венчурные инвестиции, они вот такие. Вот, ну, на этапе посева что? Была идея в 2014 году. И, ну, идея, значит, там человек, ну, он технарь большой, он такой вот, значит, энтузиаст. И он сказал, я хочу сделать такой великий мессенджер, который будет вообще всех порвет. Вот, ну, давайте посмотрим, в чем заключалась идея. Смотрите, есть уже различные, ну, люди общаются через что? Через телефон обычно, да, сотовые телефоны. Вот они есть у всех, сотовые телефоны. И мы все общаемся через сотовые телефоны. Вот, но когда телефоны появились, там была техническая возможность сделать смс-ки. И сделали смс-ки, и оказалось, что смс-ки пользуются бешеной популярностью. Вот, и, соответственно, люди говорят, слушайте, это здорово, да, люди хотят общаться, не хотят говорить, оказывается, а хотят общаться смс-ками. И появились смс-ки, во-первых, да. Но, с другой стороны, интернет-сообщество развивалось еще и по другим законам. Вот здесь смс-ки, да. Параллельно развивалось следующее. Были Facebook, примерно такой же сервис давал LiveJournal. Ну, потом появились всякие твиттеры. Дальше люди, многие хотят что-то продать, что-то купить. Есть компании, которые, естественно, хотят что-то купить, что-то продать. И появились сервисы, которые на этом заморочены. Соответственно, ну, как раньше давали объявления в газете, там продается то-то, продается то-то. Потом эти объявления перешли, вы знаете, в различные, ну, в интернет. У нас это Авито, у нас это Юла, во всем мире это Амазон, во всем мире это Алиэкспресс. Вот, соответственно, все вот это вот начало развиваться тоже. Куда все идет? Смотрите, самый богатый человек в мире – это владелец сервиса Амазон. Потому что ему принадлежит сервис Амазон. Компания Амазон – это самая дорогая компания, которая занимается просто продажей. То есть, это площадка для продажи всего. Американская площадка, точно такая же площадка Алиэкспресс. Она во всем мире, тоже крупнейшая компания в мире. Одна из крупнейших. Поэтому смотрите, что получается. Вот, какие потребности есть у людей. Потом появился Инстаграм, который говорит, люди любят селфи, они любят поделиться фотками. Вот, ну, естественно, за фотками что? Видео, Ютуб. Ссылки надо перебрасывать тоже. И ссылки должны открываться, естественно. Ну, там нажимаешь на эту ссылочку и открывается тот самый сайт на ссылочках. Есть возможность организовывать, ну, есть потребность организовывать группы по интересам. И, конечно же, когда есть сообщество, есть реклама. Соответственно, сервисы должны жить, сервисы должны зарабатывать деньги, должна быть реклама. Размещение магазинов вот на этих площадках для того, чтобы продавались товары там, там и там. А там, где есть магазины, естественно, должна быть система платежная внутри. Потому что за платежи тоже можно брать комиссии. И на этом зарабатывать денежки. Вот, а для того, чтобы вести бизнес там, там нужны чат-боты. Многие не знают, что это такое. Многие видят, и их это раздражает. На самом деле, это величайшая вещь. Я вас уверяю, чат-боты. И при помощи чат-ботов можно организовать так, что клиент по интересам. Сказать, сам чат-бот. Это что такое чат-бот? Это программа. Программа – это искусственный интеллект. Искусственный интеллект ведет клиента к покупке, к тому, чтобы он заплатил денежки, заплатил комиссию сервису, заплатил денежки продавец, заплатит комиссию сервису за то, что через магазин помог ему продать. И чат-боты в этом великая вещь. Чат-боты ведут к удорожанию всего этого. Вот. И, конечно, хочется, чтобы это было во всем мире. Ну, смс-ки достаточно быстро умирают. Кто сделал Фейсбук? Фейсбук сначала, значит, был статьи. Но потом появился LiveJournal. Такие же статьи. Статьи в LiveJournal лучше, обсуждения лучше. Но у LiveJournal нет рекламы. Нет коммерческой составляющей. И LiveJournal, ну, не может себя раскрутить, потому что нет рекламы. Нет прихода денежек. Нет денежного потока, который идет в компанию. Поэтому где сейчас LiveJournal? В Караганде. Вот. Нету его. Вы его не видите. А Фейсбук, который, в общем-то, так сказать, давал изначально сервис хуже, в Фейсбуке появились мессенджеры. Он вел, потому что он знает, что есть у людей потребность посылать друг другу сообщения, которые вот между собой никто не видит. Пожалуйста, Фейсбук это вел, Фейсбук мессенджер. Он недавно появился. Фото. И если в Инстаграме сначала было только фотография, потом, значит, маленькая подпись, там две-три строчки, потом, значит, они расширили это вот такую, чтобы тоже была статья. Ссылочки в Инстаграме никак. Инстаграм, значит, короткие сообщения. Да, там есть статьи, уже есть фото, есть видео в Инстаграме появилось. Почему видео? Потому что, смотрите, есть фотография, а есть фотография. Это что такое? Это визуальное восприятие. А видео – это не только визуальное, но еще и в движении, и речь. Вот вы сейчас с меня смотрите, поэтому, ну, как бы воздействия на человека у видео намного больше. Поэтому все стремятся также вставить возможность размещения видео. И Инстаграм тоже, так сказать, здесь. И Фейсбук ставил возможность видео. И в Фейсбуке уже можно выходить в прямой эфир. И в Инстаграме уже можно выходить в прямой эфир. Да, Ютуб. Статьи на Ютубе можно. Ну, как бы так, нет, скажем. Вот, короткие сообщения. Вы знаете, в последнее время появилась возможность на Ютубе посылать короткие сообщения. Вот только-только появилась. Только-только. Статьи, ну, под каждым видео есть возможность написать что-то. Но, в общем, не имеет смысла, потому что видео, оно для того и предназначено, для того, чтобы говорить. Фото. Вы знаете, в последнее время в Ютубе появилась новая вкладка «Сообщество». И там тоже самое абсолютно. Фотография и снизу статья, как в Фейсбуке. Есть видео. Естественно, есть изначально ссылки. Ссылки, да, в Ютубе возможны. Так, группы. Ну, как бы канал это и есть группа Ютуб. Реклама, конечно, есть. Магазины. Нету на Ютубе магазинов, ребята. Платежи. Нету. Чат-боты. Неа. Весь мир. Ну, конечно, есть. Вот. Это Ютуб. Короче говоря, смотрите. Вот есть такие потребности. Есть такие потребности. И вот каждая из этих сервисов, он какие-то потребности удовлетворяет. Чем больше потребностей удовлетворит вот соответствующая сеть. Да, еще есть Телеграм. В Телеграме, естественно, есть короткие сообщения. В Телеграме, естественно, есть статьи. Там каналы можно организовывать. Фотографии. Да, конечно, можно пересылать. Видео. Да, конечно, можно. Ссылки. Конечно, он открывает сам. Телеграм сам открывает. У него внутренний браузер есть. Группы. Да. Ну, это канал. В общем, сказать, это не группы. Но да. Вот. Реклама. Ну, есть. Но там она такая. Вот. Ну, скажем, 0,5. Она там не сама выскакивает, а надо как-то рассылать. Вот. Магазины. Пока нет. Платежи. Вводятся. Ну, скажем так, 0,8%. В ближайшее время будет платежная система. Чат-боты. Да, есть. Вот. Весь мир. Да, есть. Вот. Соответственно, посмотрите. Посмотрите. Фейсбук. У Фейсбука нет важнейшего пока. Нет возможности размещения магазинов. Платежи. Платежи, ну, скажем так, 0,8% у Фейсбука. Почему? Потому что там уже программа собственной платежной системы проходит тестирование. Самая дорогая компания. Амазон. Почему она самая дорогая? Потому что вот важнейшая часть – магазины, платежи и реклама. Вот почему. Вот почему. Вот что самое большое. Самые большие потоки здесь – реклама, магазины, платежи. И самые большие денежные потоки идут вот здесь, именно в компанию. Поэтому, конечно же, это боль всех компаний, которые разрабатываются, сделать вот это. Вайбер. Изначально короткие сообщения. Потом появилась возможность фото. Потом видео. Ссылки. Да, можно. Они открываются во внешнем браузере. Группы организовывать. Да, можно. Ну, собственно говоря, все. Весь мир, да. Через весь мир. Но у него масса недостатков. Ну, вайбер не такой популярный. Самый популярный у нас, вы знаете, WhatsApp, Messenger. Там короткие сообщения есть. Статьи там, ну, не напишешь. Да, фотки можно послать. Да, можно послать видео. Да, можно послать ссылку. Да, можно организовать группы. Но нет коммерции. Смотрите. Рекламы нет. Магазинов нет. Платежей собственных нет. Чат-ботов, естественно, нет. Весь мир, да. Но. Ну, пообщались, разошлись. Откуда деньги? Денег нет. Денег нет. Инстаграм. Короткие сообщения. Да, пожалуйста. Есть возможность. Статьи есть возможность уже. Фото есть возможность. Видео появилось. Недавно появилось. Ссылки там не открываются. Нельзя размещать. Вот. Группы. Неа. Реклама. Да, есть. Реклама есть. Вот. Ну, собственно говоря, все. В Инстаграм. Он пользуется бешеной популярностью, бешеной раскруткой. Но из Инстаграма приходится там какими-то левыми путями писать, что в профиле есть одна ссылочка. Там нажимаешь на ссылочку, там ворох, значит, ссылочек других уже через топлинка. И, соответственно, надо посылать уже на другие ресурсы, которые больше к этому предназначены. Вот в чем дело. Вот такой недостаток в Инстаграм. Да, действительно, получилось широкое распространение. И кому сейчас принадлежит Инстаграм, компания и Фейсбук? Фейсбук купил Инстаграм. Вот. Ну, что с Ютубом? Короткие сообщения, я уже сказал, появились. Они не пользуются популярностью пока. Статьи появились, пока не пользуются популярностью. Фото появились, не пользуются популярностью. Они только-только. Видео. Ну, естественно, видео – это главное на Ютубе. Ссылки. Да, есть возможность сделать ссылку. Она откроется в другом уже месте. Вот. Ну, есть. Группы нету. Реклама. Реклама. Есть там дофига рекламы. Поэтому есть коммерческая составляющая на Ютубе. И Ютуб, я повторяю, это в основном видео. А видео дает основной эффект по воздействию, потому что и звук, и изображение, и интонации. Ну, значит, восприятие материала лучше намного. Вот. Весь мир, да, весь мир есть. Но нет магазинов, нет платежей, нет чат-ботов. Вот. В Телеграме. Посмотрите. Телеграм уже почти полностью заполнен. Телеграм – это основной конкурент мессенджера. Jam4me. Короткие сообщения, статьи, фото и так далее, и так далее, и так далее. Jam4me. Короткие сообщения. Да, они уже есть. Это все уже работает полностью. Статьи. Да, можно, пожалуйста, пишите. Фото. Да, пожалуйста, пересылайте. Видео. Да, пожалуйста, пересылайте. Ссылки уже работают. Группы. Телеграмы уже работают. Вот. Реклама. Рекламный блок пока еще он в процессе. Там искусственный интеллект внедряется. Там все эти ресурсы. Но это пока входит в тот пакет, который будет дальше. Это пакет Marketplace. Соответственно, будут магазины. Они уже есть. Все. Все тестирование проходит. Вот. И, естественно, собственная платежная система. Что такое собственная платежная система в Jam4me? Это международная платежная система. Трансграничные платежи. Вот. Чат-боты, да, есть. Потому что это, ну, для бизнеса неоценимая вещь. Там возможность CRM, значит, там возможность автоматических продаж и так далее. Автоворонок, построение. Вы, может быть, далеки от этого. Но это очень-очень важно для того, чтобы система приносила доход. Весь мир. А он изначально на весь мир. Посмотрите. У китайцев есть свой мессенджер WeChat. У американцев свой мессенджер. По-моему, там Snapshot. Вот. У корейцев какао. У китайцев... А, у китайцев я уже сказал WeChat. Вот. Весь мир пользуется мессенджерами WhatsApp. Ну, как бы, вот, там нет таких возможностей. И Telegram совершенно шикарная штука. Но в Telegram пока нет магазинов. Наверняка там что-то будет. Вот. Так что, посмотрите. Вот он изначально создается вот как лучший. Он вберет в себя этот мессенджер, этот проект. Вберет в себя все лучшее. Почему люди считают, что это принесет? Почему руководители считают, что это принесет? Потому что они прошли первый этап. Они прошли этап посева от идеи. Они нашли компанию, которая сделает это. Это, ну, это компания, которая разрабатывала Вайбер, во-первых. Во-вторых, это компания, которая разрабатывает систему безопасности. Это наша компания. В России есть филиал компании, Синезис, насколько я помню, называется. Она находится в Сколкове. И разрабатывает систему безопасности. Системы платежей для крупнейших компаний. Для банков, для Роснефти, для Газпромнефти, для Газпрома. Системы безопасности. Они в этом специалисты. Потому что там, где есть платежи, там, в первую очередь, должна быть безопасность, во-первых. А во-вторых, все должно быть под лицензиями. Вот, филиал этой компании находится в Белоруссии. И он разрабатывал изначально проект Вайбер. Они его разработали, Вайбер. Вот, посмотрите, вот он, ну, как бы Вайбер. И он есть. Вайбер уже работает. То есть, у них есть опыт. И что они сделали после того, как сделали Вайбер? Они его продали. Они продали за 900 миллионов долларов. Буквально через год его стоимость выросла в 10 раз. Вайбера. Почему? Потому что выросло число клиентов. И они сказали, да, теперь мы знаем, что делать. Они сказали, мы знаем, что делать. Мы знаем, что самое главное сначала разработать систему, всю вот эту вот. Понимаете? Вот, разработать всю систему, чтобы работало все. Понимаете? Чтобы все работало. И, во-вторых, конечно же, они хотят, чтобы все было включено. А, во-вторых, количество. Количество пользователей. И сейчас вот мессенджер уже работает. Вы его можете скачать. Ссылочку я скажу, как это. Ну, просто Google Play Market и Apple Pay. Значит, там все можно скачать. И что получается? Люди начинают пользоваться. И что самое интересное, почему я говорю, что первый этап прошел? Потому что первый этап должен пройти, когда наберется, ну, 1 миллион пользователей. И команда говорит, будем раскручивать. Будем раскручивать, будем пользоваться. И Google смотрит. Площадка Google Pay, она же не просто так. Он наблюдает. И он смотрит. Количество скачиваний растет. И Google Pay видит, что не просто так скачивают люди. Они пользуются этими приложениями. 1 миллион. И мессенджер Jam4Me попадает автоматически в зону интереса. Google. Они говорят, что это за компания? Google заинтересовался. И руководители уже, так сказать, ну, достаточно регулярно, каждый год ездят в компанию Google. Там, значит, представляют свои проекты. Потому что Google это интересно. Google всегда интересуется тем, что пользуется большой популярностью, что можно купить или выгодно продать. Вот. Поэтому здесь есть возможность. И недавно, вот в прошлом видео я представлял аудиторское заключение по компании Jam4Me. Вот. И там сказано, что вот на мессенджеры, на подобные, значит, ну, если посмотреть, цена вот каждого мессенджера. И разделить ее на количество пользователей, то получается, что каждый пользователь стоит примерно 50 долларов. Вот. И, соответственно, они говорят, ну, стоимость компании можно оценить следующим образом. Вот эту сумму, которая 50 долларов, делим, грубо говоря, пополам. Там, ну, там есть какой-то коэффициент, который общепринятый, естественно, вот в этом деле почти пополам. Вот, получается где-то 20 долларов за одного пользователя. И они говорят, ну, вот компания сейчас стоит 150 миллионов. Не 4 миллиарда, 150 миллионов. Поэтому руководство компании понимает, что для того, чтобы продать ее за 12 миллионов, за 20 миллионов, надо нарастить количество пользователей мессенджера. Ну, задача минимум ставится до 100 миллионов. То есть сейчас сначала первый этап был разработка кодов, разработка всех систем. Этот этап подходит к концу. И сейчас наступает второй этап. Будут накручивать количество пользователей. Будут продвижения вот этого мессенджера во всем мире, где у нас больше всего населения. В Китае. Ну, в Китае уже есть свой мессенджер. Поэтому, значит, вторая страна в мире по населению Индия. Третья страна в мире по населению Бразилия. Весь регион азиатский. Огромная плотность населения. Поэтому и там, первое, огромная плотность населения и огромное количество населения. Во-вторых, очень дешевые гаджеты, вы знаете, там. И, в-третьих, сейчас только-только там этап бурного роста. У них повышается, соответственно, уровень жизни. Они будут покупать смартфоны. И задача компании, чтобы все эти люди, которые покупают смартфоны, устанавливали у себя мессенджер. GM4me. На это направлено вот сейчас усилия компаний, команды. И, значит, Бразилия, соответственно, там третья страна в мире по населению. И в Бразилии, естественно, тоже идет очень серьезное расширение. И, ну, вообще в странах Южной Америки. Потому что, ну вот, а там уровень населения уже, в общем-то, нормальный. Вот, поэтому в первую очередь смотрят туда. Ну, Европа, естественно. Вот, поэтому планы ставятся абсолютно нормальные, абсолютно реалистичные. То есть сейчас количество пользователей, ну, месяц-два назад было больше 7 миллионов. Значит, сейчас где-то 7,5 миллионов. То есть рост идет. Когда будет продажа? Ну, когда, наверное, так сказать, там 100 миллионов. То есть они говорят, меньше, чем за 12 миллиардов мы не хотим продавать. Этот проект, мы будем наращивать его популярность. И мы будем постепенно вводить магазины, постепенно вводить систему платежей. Система платежей уже отработана. Ну, предполагалось, что, когда вот были всякие эти криптовалюты, предполагалось, что это будет, скорее всего, через систему биткоина. Не биткоина, а криптовалюты, блокчейна. Система блокчейн там внедрена. С успехом. Но далеко не все страны приветствуют криптовалюты. Технически возможность оплаты криптовалютами есть. Но практически только после того, как все страны придут к соглашению вот по этому делу. Сейчас обычные фиатные, так называемые, валюты будут использоваться. Здесь система уже готова. Здесь уже есть договор с компанией международной, которая имеет все лицензии на этот вид деятельности. То есть это абсолютно легально будет. Здесь ничего нелегального, ничего скрыть нельзя будет. Я сразу могу сказать, что здесь все будет абсолютно легально. Платежи будут трансграничные во многих валютах. Пока Соединенными Штатами договоренность не достигла. Не достигнуты будут пока вначале европейские валюты, которые есть. Ну и рубли, соответственно. То есть вот все, что СНГ и европейские валюты будут. Доллар пока еще американские власти не дают согласия. Вот такие перспективы. И я вижу, что руководство преодолевало препятствия одно за другим, одно за другим. Мне нравится очень их энтузиазм. Поэтому мне хотелось поддержать их. Я вложился сюда. И, соответственно, я ожидаю, что результат будет, что я получу свои 160 тысяч долларов за свою инвестицию вот эту. Ну и, соответственно, я думаю, что перспективы есть все-таки. Вот. Ну и большая часть денег я уже вернул. Вот. Посмотрите, если захотите тоже вложиться. Ну, во-первых, задавайте вопросы. Под этим видео будет ссылочка. Вы можете, я вам очень рекомендую просто установить этот мессенджер и попробовать. Ну, опять же, если вы его просто установили, то, соответственно, если его нет у ваших друзей, то он особого смысла не имеет. Поэтому, ну, вы сможете найти меня там, разве что, так сказать, еще кого-то. Но, собственно говоря, вот больше, ну, когда он будет распространен, тогда уже и будет такая возможность. Ссылочку на мессенджер вы увидите снизу. Мой аккаунт я тоже постараюсь в мессенджере. Значит, там, как меня найти в этом мессенджере. И можно будет там общаться сразу. И ссылочку для, естественно, для того, чтобы приобрести пакет, естественно, я готов вам предоставить. Вы ее увидите снизу под данным видео. Да, еще один момент. Мессенджер это европейская компания, поэтому там очень жесткая, сразу могу сказать, очень жесткая система, ну, не то что авторизации, верификации. То есть там потребуется представлять паспорт, перевод на английский, перевод паспорта и подтверждать личность, потому что после продажи, ну, это как бы проверяется все, лицензия, что да, все инвесторы легальные, все это легально. Это очень-очень тщательно все проверяется, поэтому там достаточно жесткая система регистрации, это я могу сразу сказать. То есть никаких ников, ничего, значит, там все должно быть четко. Паспорт предоставляется, место жильца предоставляется, соответственно, вот все это должно быть. Ну, я надеюсь, что я рассказал все уже достаточно, предостаточно, поэтому оставайтесь на моем канале. Будет еще много всего интересного про инвестиции. Ну, вот это была венчурная инвестиция, которую я сделал. Сейчас, пожалуйста, если вы еще смотрите, лайк и пишите. До встречи, с вами был Демитков Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok